МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Джентльмены на дороге". Сотрудники ГИБДД провели акцию в Чите. Подробнее расскажем сегодня в международной программе и середина Земли. Сагалом по-московски праздник Белого месяца пышно отметили в столице нашей Родины. Подробности в середине Земли. В эфире международный информационный выпуск середины Земли. По традиции, он начинается с новостей из Байкальского края. В студии Юлия Тимошенко. Здравствуйте. -"Джентльмен на дороге". Акцию с таким названием решили провести сотрудники госавтоинспекции. Одной из причин ДТП является не только нарушение правил, но и невежливость водителей. О неравнодушных водителях расскажет Вера Асадулина. На обочине дороги заглухший автомобиль. Рядом танцующая от холода и пронизывающего ветра девушка-водитель. Организаторы акции решили проверить, много ли неравнодушных водителей, которые захотят помочь соседу по дороге. Ждать долго не приходится. Отложив свои личные дела, опытные водители, не затягивая, ныряют под капот. Однако скоро выясняется, что ремонтировать ничего не надо. Герман – военный пенсионер. Повышенное чувство ответственности выработано годами. Как оказалось, в нашем городе очень много отзывчивых и неравнодушных людей. Участник эксперимента Маша из автодружины ЗАПГУ дольше пяти минут в ожидании помощи и не стояла. По данным ГИБДД, одной из основных причин дорожных аварий является не только нарушение правил, но и плохое отношение между водителями, отсутствие взаимной вежливости и культуры поведения на дороге. Организаторы надеются, что такая акция сможет сделать отношения между участниками дорожного движения более человечными хотя бы для кого-то. Вера Садулина, Владимир Дементьев, середина земли, Забайкальский край. Он оборонял Ленинград, освобождал Польшу, штурмовал Кёнигсберг и громил немцев в берлинской операции. Герой, который прошел всю войну, был четырежды ранен, неоднократно награжден медалями высшего достоинства. Но самую главную медаль Василий Иванович Путинцев получил только спустя 71 год. Вот она, долгожданная. В свои почти 92 года Василий Иванович держит в руках медаль, которую ему, приказом командующего войсками 28-й армии, должны были вручить еще 18 июня 45-го года. Но в итоге получилось, что приказ есть, а медали нет. Действующая армия, когда во время Великой Отечественной войны ранили, его направили в госпиталь. С госпиталем направили в другую воинскую часть. И да, это происходило, это действительно так. И сейчас вот награды действительно находят герою. Восстановить справедливость получилось у дочери ветерана войны. На сайте «Подвиг народа», где сейчас открыт архив Министерства обороны и выложены сведения о людях, представленных к награде, а также сами наградные документы, дочь обнаружила и то, что ее отцу полагается «Орден Отечественной войны». Запрос в комиссариат делал уже сам Василий Иванович. «От блокадного Ленинграда. Там сидел в кольце, в самом кольце блокады. Чах. Дважды там раненый был. Дистрофиком второй степени был. Чуть не подох от голода. Ладно, спасло ранение. Сейчас вот душа трепещется, и как-то не могу собраться с мыслями. Очень приятно все же. Сами посудите, через 70 лет получить это с войны». Он был минометчиком и автоматчиком. Два раза тяжело ранен. Сам удивляется, как выжил. С поля боя вернулся один, без друзей. И спустя 12 лет после событий того времени он напишет книгу «Подвиги войны», где поделится своими личными переживаниями. А также сборник стихов «Всполохи памяти военной» специально к 70-летию победы. Помимо медалей, все же главной наградой Василий Путинцев считает троих своих детей, пятерых внуков и пятерых правнуков. Это были новости Забайкальского края. Программа «Середина земли» продолжается. А сейчас к нам присоединились коллеги из Бурятии. Здравствуйте. Расскажите, что интересного произошло у вас. Здравствуйте. В Баргузинском заповеднике в Бурятии открыли столовые для соболей. Пожары прошлого года нанесли немалый урон кормовой базе. В поисках пропитания зверки подходят ближе к человеку. Зная о предпочтениях соболя, госинспекторы и научные сотрудники заповедника соорудили кормушки. По лакомиться гостинцами, приготовленными для них, соболь не отказывается и зверки постоянно посещают места под кормки и к другим интересным событиям. Верхом на Змеи Горынычи или на Танке. Так спускались с горки на эти выходных участники соревнований Сани Баттл. В Улан-Удэ такой заезд прошел впервые. Оказаться первым нужно было не в скорости, а в креативности. Ася Касьянова не могла пропустить этот турнир. Она расскажет вам, за какой транспорт в итоге дали золотую медаль. А вообще кататься-то на этом можно? Ну да. А вы пробовали? Нет, еще. Ну сейчас попробуем. Вместе с создателями передвижного хот-дога пробовали покорить снежный спуск и сердца зрителей еще 10 команд. Картон, поролон и ножницы. И перед нами танк или ракета. Хотя кто-то предпочел ограничиться парой шариков. Готов ко взлету, а вернее к заезду, из Меи Горыныч. Это наши первые защитники нашего отечества. Это богатыри. Мы все об этом хорошо знаем. А на чем богатыри летали, у всех ассоциации, что это Змей Горыныч. Вот и пришла такая идея сделать Змея Горыныча и трех богатырей. Этих самых троих богатырей должны выдержать трехголовые сани. Правда, прямо на середине горки сказочный персонаж решил умерить свой пыл. Тут пришлось вступать наездникам. Да, этот транспорт все-таки летный, а не наземный. Хотя не всем мешало иное первоначальное назначение. Волшебный корабль шел как по маслу. А вот и самый маленький участник соревнований – аэросани. Раз, два, три. Заряжай! К слову, собрана мини-техника своими руками. У нас же год обезьянки. Мы с папой решили посадить обезьянку. Пришло время выбрать победителя. Оцениваем по уровню креативности оформления саней. Не как туда едет, за какие секунды. А именно по креативности, по уровню поддержки. Поэтому догражаться будут все. Однако главный приз все-таки один. И взяли его пассажиры сказочного корабля. Ася Касьянова, Доржичи, Допа в середине земли, Бурятия. Национальный праздник Сагалган отпраздновали и в столице нашей Родины. В этом году торжество еще и открывает празднование 350-летнего юбилея Улан-Удэ. О том, как москвичи и гости первопрестольной встретили Новый год по лунному календарю. Репортаж Ирины Ревенской. Торжеству готовились заблаговременно. В Москву прибыла большая делегация организаторов, артистов. Поздравления посыпались, едва гости ступили на столичную землю. Милости просим, дорогие друзья. Торжественный концерт предваряли развлекательные мероприятия и народные игры. Это борьба на пальцах и танец орла. Национальные блюда могли отведать не только те, для кого это еда в диковинку, но и гости, которые связаны с Бурятией своими корнями. Мы все-таки Бурятия. Мы все выходят оттуда, из нашей малой родины. Поэтому для нас это очень значимое событие. И не посетить наш праздник, не прийти, не встретить Новый год. К поздравлениям присоединились и официальные лица, отрапортовав о грядущих изменениях столицы Бурятии. В этом юбилейном году Улан-Удэ ожидает реконструкция зданий медицинских учреждений, мест отдыха и других социально значимых объектов. Зрительный зал тем временем был наполнен до отказа. Свои лучшие номера привезли известные бурятские артисты. Это Ольга Жегмитова, Марихира Ивата, коллектив Алтан Булак и другие яркие представители местной эстрады. Программу готовили особо тщательно, ведь среди публики и те, кто давно сменил регистрацию и не был в Бурятии уже несколько лет. С помощью музыки артисты напомнили о том, насколько наш Улан-Удэ дружелюбный и солнечный. Ирина Ревенская, Дмитрий Ефремов, Середина Земли. Кадеты и школьники вышли на огневой рубеж. На центральном стадионе впервые за 10 лет прошли соревнования по пулевой стрельбе, посвященной Дню Защитника Отечества. В них приняли участие около полусотни человек. Проверила свою меткость и Дарья Белоусова. Перед соревнованиями участники проходят мастер-класс у чемпионов мира и Европы по стрельбе. Десятиметровый тир на 30 мест. Зал самый подходящий. Здесь дают подробный инструктаж, как держать винтовку и как правильно целиться. Сначала садишься, потом снимаешь предохранитель. Дима Перевозников – воспитанник военно-патриотического клуба «Гюйс». Опыт в стрельбе уже имеет, поэтому помогает ребятам из своего же клуба. Я подсказываю некоторым, потому что они неправильно целятся. Надо соединять цели с крышком. Такие соревнования организаторы хотят сделать постоянными, а значит детям просто необходимо будет заниматься. Дети вот у нас в будущем, мы планируем так, что они со школой приходят в наш звуковой комплекс. И здесь у нас будет, у нас есть маленькая столовая, здесь будет комната отдыха, может даже до того дойдем, что и будут здесь уроки делать. Родители будут меньше беспокоиться и тренироваться. После подробного инструктажа соревнования – как в командном зачете, так и в личном первенстве. Стреляют участники соревнований лёжа, говорят, в таком положении даже удобнее прицеливаться. Лёжа даже очень удобно, потому что идёт удержание оружия, оно менее неподвижное становится. Те, кто победит и займёт призовые места, пройдут на соревнования, посвящённые первому олимпийцу Бурятии Петру Николаеву. Дарья Белоусова, даже чей допа в середине земли – Бурятия. Бизнесмены из КНР намерены создать Российско-Китайский союз. В него могут войти представители ассоциаций, торговых и производственных предприятий. Это позволит расширить и упростить бизнес сотрудничества. К нам присоединяются коллеги из Пекина. Здравствуйте. О чём ещё готовы рассказать? Здравствуйте. Конечно, самых заметных и интересных событиях в Китае. В студии Руслана Гасанова. Китай упростит порядок оформления постоянного вида нажительства для иностранцев. Как сообщили в Госсовете КНР, требования к заявителям должны стать более гибкими и практичными. Уже в ближайшее время рассчитывают на грин-карту смогут зарубежные специалисты стратегически важных предприятий. Подробности в сюжете. В Китае живут и работают более 600 тысяч иностранных граждан. Но получить грин-карту могут лишь единицы. Критерии её выдачи разработали в 2004 году. Они были настолько узкими, что процедуру получения документа называли одной из самых сложных в мире. С 2013 года вид на жительство в Китае получили лишь 8 тысяч человек. Для сравнения в США – более миллиона. Теперь процесс получения разрешения станет проще, в том числе и для Нэни Хансен из Канады. «Скоро я вынуждена буду уехать. Я заинтересована в новых правилах, потому что хотела бы работать здесь. Но до сих пор очень трудно было получить разрешение». По информации Госсовета КНР, требования к заявителям должны стать более гибкими и практичными. Количество выдаваемых грин-карт увеличат, а требования к типу трудоустройства и должности отменят. Рассчитывать на получение вида на жительство в ближайшее время могут иностранные граждане, работающие на стратегически важных для КНР предприятиях. Упростят систему найму на работу иностранных студентов, окончивших высшие учебные заведения КНР. Также правительство обязуется предоставить всем, кто получит постоянный вид на жительство, права, что имеют граждане Китая. Это касается покупки жилья, приема детей в школу, получения водительских прав и другое. Новые правила могут изменить и жизнь семьи Майка Боумена, который уже много лет живет и работает в Шанхае. Большой проблемой, например, до сих пор было доступное медицинское обслуживание. Иностранцы здесь не имеют льгот, какими пользуются местные жители. Если ситуация изменится, это очень хорошо. Новые правила для иностранцев разработали Госсовет КНР и канцелярия ЦК КПК. Подзаконные акты и подробные процедуры будут представлены в ближайшие месяцы. Выставка, посвященная зодиакальному символу года, открылась в столичном музее Пекина. В ее центре оказался Суню Кун, или Король обезьян, один из самых популярных в Китае персонажей. Подробности далее. Многие поколения китайцев выросли, читая роман о короле обезьян. Молодом, веселом и своевольном герое, родившимся из камня и обладавшим суперспособностями. Выставка пытается раскрыть влияние, которое символ обезьяны оказал на культуру наряду с другими знаками зодиака. Гостям представили картины, каллиграфические работы, печати и другие произведения искусства, в том числе 12 классических изображений короля обезьян на иллюстрациях к путешествию на Запад. Благодаря путешествию на Запад и главному герою этого романа Сунь Укуну, обезьяна стала символом сочетания божественного и человеческого. Начала вдохновлять людей на творчество. Выставку разделили на три части, посвящённые сути обезьяны, её божественному началу и человечности. Тему раскрывают с помощью мультимедийных презентаций, анимации и музыки. Мой сын говорит, что никогда раньше не видел такой статуи, поэтому он хочет её зарисовать. Нам очень понравилась эта выставка. Она и развлекательная, и познавательная одновременно. Музей готов делиться историческими фактами и легендами о короле обезьян и его не столь божественных сородичах до 13 марта. У меня на этом всё. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok